О-оу, я чувствую здесь взаимное притяжение. Это так несправедливо! Дженнифер знает, что Адам мне нравится. Адам, иди к доске. О, конечно. Надеюсь, у меня прическа в порядке. Зря я съела тот сэндвич с луком. У тебя нет жвачки? Вот, держи. Слава богу. Попалась! Для этого розыгрыша наберите в шприц пищевой краситель. Вот так. Затем при помощи иглы впрысните жидкость в жвачку. Так упаковка останется невредимой. Миссия почти завершена. Скоро ее ждет сюрприз. Джен, я вернулся. Вау! Дженнифер, у тебя что-то с зубами. А-а-а... Что-то мне поплохело. Лучше я здесь посижу. Что? Что я такого сделала? Почему Адам меня разлюбил? В классе нужно сидеть на своих местах. Но Дженнифер относится к этому слишком буквально. Мило. Кейт, иди к доске. Да. Что? Джен, я тебе за это отплачу. Вот такая история. Все конфеты. Складываем сюда. Мэдисон. И остальное. Откуда учителя узнают о наших заначках? Прощайте, конфетки. Хм. Это несправедливо. Ты можешь в это поверить? Почему сами учителя не соблюдают школьные правила? О, моя любимая. Ммм. Не верю, что он съел нашу шоколадку. Хм. Хотя... Лучше мне пока спрятать улики. Минутку. Мне пришла в голову отличная идея. Сейчас расскажу. Похоже, готовится невероятный розыгрыш. О, учитель. Я никак не могу разобраться с пятой задачей. Трудная, да? Отлично. Пора начинать. Мне потребуется нож для бумаги. Пока Мэдисон отвлекает учителя, я разрежу мусорный мешок. Главное сделать ровный разрез на дне. Он будет совершенно незаметен. Ах! Миссия выполнена. Пссс. Готово? Спасибо за помощь. Эм, эм, пожалуйста. Все сделано. На сегодня все. Класс свободен. Жаль, что мы не увидим это шоу. До свидания. Здесь еще что-нибудь осталось? Боже, я съел все. Тут только обертки. Нужно завтра больше конфисковать. Отправляем все в мусор. Оу, ведро полное. Надо вынести мусор. Я ем слишком много сладкого. Нет! Настоящий дождь из конфетных оберток. Как такое могло произойти? Теперь будет знать, как забирать наши сладости. Девочки, вас ждут большие неприятности. Кажется, розыгрыши привели наших девушек в школу-интернат. И учителя здесь очень строгие. Эй, ну что, сделаем это? Этот хвост такой тугой. Так-то лучше. Так хорошо снова стать собой. Для разнообразия немного нарушим правила. Учительница будет вне себя, когда это увидит. Потрясающе. Девочки. Жизнь вас ничему не учит, да? Тогда пора сделать стрижку. Ха? О нет, она не посмеет. Ладно, пусть будет хвост. Так я и думала. Ха! Мне нужно отойти. Повезло вам, девочки. А теперь не двигайтесь. Не двигаться. Ужасное место. Но почему бы нам не придумать что-нибудь интересное снова? А? Точно! Для этого фокуса обмотайте лезвие ножниц скотчем. Прямо до ручек. Не жалейте скотча. Готово! Вау, так просто, но эффективно. Пусть попробуют теперь отрезать нам волосы. Так-то лучше. Девочки, опять балуетесь? Все, хватит. Я их отрезаю. Хм, что случилось с ножницами? Они заклеены. О, вечно от вас одни проблемы. А-а-а! Ну все, вас ждут большие неприятности. А для этого розыгрыша от вас потребуется немного воды и капельку актерских способностей. Так, у нас тут Хелли пыль протирает. Ой, от этой пыли я... А-а-а! Вообще! Ой, прости. Я, наверное, заболеваю. Я случайно. А-а-а! Вообще! Фу, какая гадость. Ну, Вики, ты получишь. Эх, нет ничего лучше, чем сладко поспать ночью, верно? Но вашим мечтам не суждено сбыться, если ваш друг только и ждет, чтобы над вами подшутить. После очередной домашней вечеринки насыпьте детскую присыпку на руку вашей спящей подруги. Эй, ты слышишь это жужжание? Пора вставать, Вики. Эй, девочка, у тебя комар на лице. Бам! Ничего себе вот это был удар! Конечно, нам-то с вами весело, но представьте, насколько ужасно проснуться вот так. Что-то мне подсказывает, что Вике этим утром потребуется очень большая чашка кофе. И душ, чтобы смыть всю эту присыпку. Неплохая работа, Хелли. Ты молодец. Этот трюк здорово проделать вместе с подругой и одеялом, конечно же. Пусть одна из вас ляжет спиной на пол, а другая растянет одеяло таким образом, чтобы вас больше не было видно. Затем она набросит одеяло на вас. Абра-кадабра, сим-салабим. Готово. Вы парите в воздухе, но как она это делает? Она просто быстро перевернулась перед тем, как одеяло на нее упало. Хитро, подруга. Ау, разве йога не должна расслаблять? Все эти прогибы, растяжки. Вот если бы тебе кто-нибудь мог помочь. О, кажется, получается. Просто дыши и тянись. Ого, вы только взгляните на эти ноги. Просто невероятно. Минуточку. Как вдруг Вики стала такой гибкой? Подождите, так это же не ноги Вики. Это ноги Хелли. Заниматься спортом вместе с подругой может быть очень весело. Пока она не начнет выпендриваться, какая она гибкая. Серьезно, как она вообще это делает? Несправедливо. Но не волнуйтесь, вы ей покажете, что у вас с гибкостью тоже все в порядке. Ну, по крайней мере, в мыслях. Видите? Вы тоже можете сесть на шпагат. О, неплохая растяжка. А вот и она. Впечатляет, верно? А теперь присмотритесь. Что-то ее правая нога очень похожа на руку с кроссовкой на ней. Все потому, что эта рука и есть. Теперь будет знать. А теперь зацените этот трюк. Взгляните на эти попы, которые двигаются в унисон. Ничего необычного, верно? Фу, подождите-ка. Попа справа выглядит как-то странно. Ой, так это же Хелли. Притворяется, что она стоит спиной. Для этого просто положите подушки в джинсы спереди, а сверху наденьте худи, чтобы закрыть капюшоном лицо. Эй, подруга! Вчерашняя вечеринка была очень крутой, верно? Но у нас осталось столько воздушных шаров. Давай их лопнем. Бери иголку. Звучит довольно невинно, верно? Давай лопнем шарик прямо у тебя над головой. И еще один И еще один Оу, нет! Ты бы никогда не догадалась, что в третьем шарике вода. Но тебе все равно было пора в душ. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА